зря конечно я это посмотрела но я не могла не посмотреть этот видеоролик и если честно у меня просто до сих пор дрожат руки и все внутри перевернулось всем огромный привет я рада видеть вас на своем канале надеюсь вы тоже рады меня видеть ребят вы мне уже написали про то что вышел видеоролик продолжение истории с бабушкой у которой пятеро детей и семеро внуков и в общем скажу сразу что лучше бы я не смотрела это продолжение потому что мне до сих пор не по себе меня до сих пор дрожат руки и ой я не знаю такие видеоролики очень сложно смотреть и хотя было сказано блогерам о том что может вытошнить я такой человек не особо брезгливый и меня не особо там и все вот это да смущало и не особо меня напрягала как вот само состояние бабушки и в особенности меня напрягали те животные которых нам показали у дочки этой бабушки и если у бабушки там жесть и трэш в этом доме то что творится у дочки это просто уму непостижимо она рассказывает что она работает и зарплату якобы нормальную получает и сама вроде как чисто одета и рассуждает вроде адекватно ребят у нее все нормально с головой это единственный вопрос все ли нормально с головой у человека у женщины у взрослой женщины у которой взрослый ребенок есть дочь чтобы такой был бардак в доме там по-моему нет вообще ничего чистого ни одной тарелки ни одной кружки ни одной банки там куча животных там бедные котята которые ели тот кусок курицы которую им дали и видимо там второй кусочек курицы давали еще собачки и нам показали как эти котята рычали они постоянно чешутся они страшные там видать не только блохи наверное там и клопы и тараканы и мыши и крысы и чего там только нет я просто вы знаете ну ладно когда мы смотрим такие трэш хаты да блат хаты где алкашня где в общем-то притоны всякие где люди которые употребляют но здесь женщина вроде чисто одетая женщина из первого взгляда она нормально вот рассуждает но она сразу там высказалась что мол в дом зайти в какой там дом там в доме типа грязно да это не просто грязно вы знаете у стариков брошенных стариков и наверное все-таки чище нежели у женщины ну вы знаете мне даже сложно назвать ее женщиной хотя я там заметила какая-то якобы даже рюмка стояла возможно она где-то и любит это дело но опять же если она любит это дело то на работе не любят таких людей которые принимают на грудь но она говорит что она работает и в общем это дочка которая собственно и не собирается помогать хоть как-то своей матери и теперь я поняла почему бабушка сказала что она одинока что у нее нет никого и что ей надоело жить и она никуда не хочет и она просто хочет умереть вы знаете я не могу мне все сердце разрывается глядя на этих животных глядя на эту бабушку и о том как с нее эти деньги требуют как рассказывает этот как она рассказывает и рассказывает сосед что подушкой душили выбивали деньги бабушка говорит дурочку с нее делал внук приходил и все время 5000 на паспорт на следующий день снова 5000 на паспорт 5000 на паспорт благо появился этот сосед который ну в общем то взял все в свои руки взял опеку или как там и в общем сам распоряжается этими деньгами ходит ее кормит но получается что он один без женской поддержки ему говорят не нужно что ну чё ты туда ходишь зачем тебе это нужно а как не ходить он говорит как не ходить когда знаешь что там живой человек как туда не идти ребят ужас и все больше и больше я в шоке от того какие бывают ситуации сложные у людей я ребят не могу но слава богу поставили в курс губернатора и вообще знаете мне прям вот кричать хочется ребятам с канала орловец чтобы они тоже как-то подключились к этому к этому случаем сложному ну конечно же да блогеру блогера не забирает героев и там какую-то информацию и в общем-то не пытается влезть в чужие дела все же может быть может быть как-то очень хотелось бы чтобы тоже была какая-то вот до поддержка и помощь потому что это получается орловская область ой я не знаю ребят я говорю еще раз что лучше этого всего не смотрел потому что я только вот когда посмотрела вот этот шорт с маленький видеоролик с этими орущими котятами голодными мне уже было не по себе но когда я посмотрела полностью весь видеоролик я когда сидела я говорю у меня в холодный пот бросала мне не только слезы у меня вообще говорю там андра мандраж внутренний был но всяко бывало я выросла у бабушки для меня каждый пожилой человек по-особенному дорог и я в каждой бабушке почему-то пытаюсь увидеть свою бабушку которая меня вырастила вместе с дядей и тетей и мне так это сложно наблюдать для меня очень сложно даются такие видеоролики ребята это ужасно и я думаю что продолжение все-таки будет и она будет уже с позитивными эмоциями нашими потому что бабушки окажут помощь и найти это такие каналы как доброе дело там или дневник бомжа это действительно серьезный канал серьезный блогер и и думаю он стране никогда не останется при всем том что он сказал что продолжение этой истории обязательно будет ой ребят я прям не знаю больше что говорить потому что я говорю я на эмоциях и игры тут просто хочется кричать я естественно этим видеороликом поделюсь обязательно в социальных сетях и мне очень хотелось бы чтобы все-таки обратили внимание волонтеры волонтеры орловской области чтобы у этой женщины забрали всех животных потому что это муки им там это издевательство над животными вы знаете у меня во дворе дворовые кошки выглядят лучше чем мои домашние потому что там и глистогонка у них всегда есть если они под моей опекой и обработка от блох клещей и едят они у меня всегда по несколько раз в день они толстенькие красивенькие а здесь живут с хозяйкой и такие что я говорю что на самых каких-то заброшенных помойках таких котов не встретишь им наверное на помойке лучше бы жилось не жили с такой хозяйкой где они лежат просто ведра пьют грязную протухшую воду ужас ребят ужас у меня нет слов я жду ваших комментариев жду вашего мнения и желаю каждому из вас прекраснейшего настроения позитивных эмоций добра любви понимания ну и конечно же здоровья здоровья и еще раз здоровья берегите себя и своих близких всем пока